шалом дорогие друзья и сегодня мы подходим уже к завершению рассматривания нашей темы образы мессии через недельную главу которая называется хукат или вывод устав и как вы помните речь шла о рыжей телицы а ее жертве с какими компонентами она приносилась мы рассмотрели в прошлом на в прошлой нашей встрече что значил и сопки дрова дерева и также червленая нить шерстяная нить все эти образы были подробно описаны и мы продолжаем и я хочу чтобы мы посмотрели и увидели кто принимал участие во всей этой церемонии потому что те личности которые участвовали там они также имеют свои прообразы так давайте мы прочитаем с вами из 7 стиха из нашей главы недельной главы которая называется хукат и пусть вымоет священник одежды свои и а moi тело свое водою и потом войдет стран и нечист будет священник до вечера и сожигавшие и пусть вымоет одежды свои водою и а моет тело свое водою и нечист будет до вечера и кто нибудь чистый пусть соберет пепел телец и и положит вне стана на чистом месте и будет он сохраняться для общества сынов израилевых для воды очислительной эта жертва за грех и собиравший пепел пусть вымоет одежды свои и нечист будет до вечера это для сынов израилевых и для пришельцев живущих у них да будет уставом вечным и так в этой церемонии принимают непосредственное участие несколько человек во первых мы здесь видим первосвященника который был ответственный за все происходившее и все происходит у него на глазах мы в предыдущих стихах читали вы можете посмотреть в своих библиях там написано и заколют ее при нем и сожгут телицу при его глазах то есть таким образом священник он всем руководил не все он делал сам каких-то вещах он участвовал на какие-то вещи он просто смотрел и наблюдал все происходило перед его глазами в этом была большая отличие между тем например как священник или первый священник работал во время жертвоприношений в судный день там он делал полностью все сам а здесь мы видим много других еще людей которые участвуют в этой церемонии которых сейчас я вам напомню точнее покажу следующий кто участвовал это был закалывающий или также еще сжигающий телицу не священник сам закалывал ее и не сам он ее сжигал это могли быть простые люди они не обязательно должны были священниками быть они не должны были быть левитами это мог быть простой любой человек их функция здесь очень вполне понятно один закалывал а другой сжигал и все это делалось перед глазами самого священника или первого священника следующая личность здесь которая упоминается это собиравший пепел это тоже мог быть любой человек главное чтобы он был чистый нам написано и кто-нибудь чистый пусть придет и соберет этот пепел и что входило в его задание в его функцию он должен был собрать этот пепел и положить его в чистом месте вне стана чтобы этот пепел сохранялся для будущих родов и мог впоследствии быть использована с живой водою для очистительной как сказать жертвы это было вот это вот смесь живой воды и самого пепла который был заготовлен они впоследствии очищали людей то здесь мы видим вот таких вот три личности сам первосвященник сжигавший и закалывавший то здесь уже две личности мы видим и кто-то чистый который собирал пепел давайте теперь мы рассмотрим что происходило во времена и шо в тот момент когда его вели на распятие кто был во всем этом виноват может быть евреи предали его как многие говорят или здесь кто-то участвовал совсем другой мы знаем что с одной стороны действительно за всем стоял первосвященник он был частью всего происходящего и все стадии событий которые происходило в ли во время распятия до распятия они происходили на его глазах можно сказать он был ответственный за все но участвовал ли он напрямую сам делал ли он что-то своими руками то ответ нет так же как первосвященник во время закалывания рыжей телицы он смотрел и наблюдал то же самое происходило и здесь первосвященник во время распятия и шо он наблюдал вместе с другими старейшинами да он был ответственный да он кричал распните его но своими руками он этого не делал кто приводил приговор в действие мы это хорошо знаем это были сами римляне они его распинали пилат послал его на распятие хотя сам умыл руки и сказал я не вижу в этом человеке ничего плохого но сами солдаты некоторые из них прибивали его к кресту а впоследствии сделали как говорят на иврите веду и арига то есть они пронзили его тем самым удостоверившись что он действительно умер когда написано что и кровь и вода вылились из него и и шо был мертв то есть римляне это были те которые приводили в действие приговор это параллель тем о котором мы говорили закалывающий телицу и сжигавшие и и был как мы сказали чистый человек кто же был здесь чистый человек написано что был человек по имени иосиф о котором сказано что он был добрый и праведный человек он взял тело и шо и положил его в новую могилу высеченную в скале то есть иосиф человек праведный добрый положительный персонаж но не просто персонажа действительно та личность которая взяла тело и шо который был ученик можно сказать и шо последователь и шо он привез его в новую могилу высеченную в скале и он напоминал того чистого человека который должен был собрать пепел и положить его в чистом месте но естественно здесь многие из вас зададут вопрос как же могила могла символизировать чистое место написано что место должно быть чистой пепел должен там сохраняться последующие поколения естественно что могила она не является чистым местом но если мы посмотрим то мы знаем что еще он воскрес из мертвых он не оставался там надолго через три дня и шо воскрес его тело больше не находилась в том месте но он мы знаем поднялся на небеса и воссел одесную отца по правую его руку и то место в котором сейчас он находится это самое чистое место которое только может быть чище этого уже некуда он находится в божьем присутствии он находится в самом святом святых по правую руку от отца и там его жертва продолжает работать очищая каждого из нас жертва машиаха она не производила только одноразовое очищение но как написано она дежурит или делает свою работу в течение нескольких поколений до сегодняшнего дня и даже спустя две тысячи лет жертва и шо она продолжает очищать каждого человека принимающего эту жертву то есть подобно как было и раньше пепел он хранился на протяжении многих лет и он очищал не только то поколение когда рыжая телица приводилась в жертву но на многие многие годы вперед впоследствии на протяжении может быть десятки или даже сотен лет этот пепел сохранялся но в какой-то момент он кончился и то что очищает нас сегодня это жертва совершенная машиаха и шо стихе 13 говорится что любой кто прикоснется к мертвому должен очиститься если не сделает этого то наскверняет жилище господа и его наказание на иврите называется керет керет это значит отсечение наказание керет является высшим наказанием из всех существующих в торе и это означает что человек не будет иметь часть не в этом мире не в будущем что может быть хуже чем это наказание если он оскверняет скинию господа на земле то в будущем тем более будущем мире он не сможет приблизиться к богу который являет свое присутствие в небесной скинии наказание любому кто не очищается это керет то есть у нее нету связи с богом не только на этой земле но и в будущем мире и написано что каждый человек согрешает если он не принимает совершенную жертву и шо миссии который может очистить его то как написано в новом завете он не чист будет и нечистота его остается на нем я хочу зачитать еще один стих который написан в юане 3 главе этот стих я думаю многие из вас знают наизусть дети заучивают его своих библейских школах ибо так возлюбил бог мир что отдал сына своего единородного дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную ибо не послал бог сына своего в мир чтобы судить мир но чтобы мир был спасен через него верующий в него не судится они верующий уже осужден потому что не уверовал во имя единородного сына божьего просто подумайте немного об этих стихах приговор всякому человеку не принимающему жертву и шо уже выдвинут у него не будет другого оправдания у него не будет другой возможности прийти и что-то сказать каким хорошим я был как я поступал понимал ли я что-то или не понимал человек всякий согрешает и он тем самым становится нечистым потому что именно грех ведет к нечистоте и когда человек нечистый он оскверняет жилища божия он не может прийти в божие присутствие потому что бог он свят если такой человек не очистился он не будет иметь часть будущем мире и вот эти вот стихи они говорят об этом он уже осужден всякий кто не принял жертву и шоу а кто принял ее он имеет часть в будущем мире приговор уже подписан поэтому все что мы можем изменить это только сейчас на этой земле и пока есть это время это еще можно сделать я хочу немного поговорить о том парадоксе который заключен во все этой недельной главе которую мы рассматриваем недельной главе хука или вот устав многие раввины до сих пор не понимают это то с чего мы начали каким образом этот пепел это чистая вода которую заготавливали которая должна была очищать людей всякий кто прикасался к ней всякий кто был задействован в ее приготовлении он вдруг становился нечистым этот парадокс он непонятный до сегодняшнего дня всякий кто окроплял этой водой становился нечистым но кому она прикасалась он очищался и после того как мы рассмотрели все эти стихи я думаю каждому из вас стало понятно почему так потому что естественно что все кто участвовали в этом событии в том событии когда был распят ешуа они все становились нечистыми потому что они были привязаны к тому что были соучастниками распятия были соучастниками приношения совершенной жертвы что делала их нечистыми даже как написано чистый человек который должен был взять этот пепел и положить его в чистое место он также становился нечистым можем сказать иосифе который взял тело ешуа он стал нечистым не потому что он принимал участие в распятии а просто по физическим законам торы когда он взял мертвое тело когда он принес его в эту могилу он прикоснулся к мертвому он становился нечистым поэтому всякий человек который участвовал приготовление ешуа к жертве он становился нечистым и тогда стает нам очень понятным весь вот этот вот парадокс потому что сам ешуа после того как он воскрес из мертвых его кровь продолжает очищать всякого человека на протяжении всех веков до сегодняшнего дня и даже в будущем его кровь она очищает а тот кто принес его в жертву и пролил его кровь стал нечистым таким образом этот парадокс становится очень понятным для каждого из нас и заключение я хочу поговорить то с чего я начал ведь мы сказали что хукат атора или вот устав закона в нем скрыт смысл всего самого главного на чем основана тора тот секрет который находится всего нашего существования в чем же секрет этого устава торы благодаря процессу подготовки пепла рыжей телицы бог открывает нам нашу цель жизни и способ ее достижения достичь мира и присутствия бога как это было изначально с первым человеком в эдемском саду после того как адам согрешил он получил смертный приговор проклятие когда бог сказал ему в поте лица твоего ты будешь есть хлеб доколе не за возвратишься в землю из которой ты взят ибо прах ты и в прах возвратишься не просто так была выбрана именно рыжая телица они черная и не белая все это было сделано для того чтобы показать связь с человеком и с землей потому что а дума что значит красная у нее такой же корень тоже созвучание словом человек адам и со словом земля адама видно сразу вот это вот связь не просто так здесь все сжигалось чтобы образовался пепел и в самой недельной главе написано два фразы пепел и прах пепел и прах который постоянно меняется между собой и поэтому была выбрана рыжая телица и не черная и не белая именно поэтому используется пепел и прах подчеркивает то проклятие которое до сих пор несет на себе все человечество потому что когда мы согрешили точнее когда первый адам согрешил он стал смертным из земли взят в землю вернешься из праха взят в прах возвратишься если тот кто прикоснулся к умершему считался нечистым то и подавно и тот кто несет на себе проклятие греха и смерти ведь именно грех делает человека нечистым приводит к смерти отделяет человека от бога если пепел рыжей телицы очищал нечистых и позволял им войти в скинию в присутствие самого творца тон тем более кровь ешуа мессии который пожертвовал собой ради многих он очищает нас от всякого греха от всякой нечистоты от мертвых дел и он открывает для нас двери царства небесного присутствие творца и придет момент когда смерть будет поглощена навсегда и написано ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении и смертному сему облечься в бессмертие когда же тленное сие облечется в нетленное и смертное сие облечется в бессмертие тогда сбудется слово написано поглощена Поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Ишуа, он отдал себя в жертву, чтобы открыть нам вновь доступ к Творцу, чтобы мы могли вернуться в то обетование, в тот начальный момент, в котором находился Адам. Поэтому, если вы посмотрите следующие стихи, которые идут в этой недельной главе, некоторые из них мы уже записывали, там написано, что человек должен очиститься в третий день, но только на седьмой день он возвращается в храм, то есть он возвращается в стан. Только в седьмой день он становится по-настоящему чистым и может вернуться. Почему седьмой день? Потому что седьмой день — это шаббат. Шаббат — это символ мира, покоя и полноты. И до тех пор, пока человек находится под бременем греха и смерти, он не может пребывать в Божьем шаббате. Только после того, как он принимает жертву Ишуа, которая омывает и очищает его, подобно пеплу рыжей телицы, то тогда человек входит в Божий шаббат. Именно в тот шаббат, в котором должен был пребывать первый Адам. Но он не смог, согрешив и попав под проклятие. Но благодаря Ишуа сегодня каждый имеет возможность для возвращения и восстановления. Поэтому воспользуйтесь этой возможностью и приобретите Божий шалом. Благословенного вам дня и недели. И спасибо, что вы были с нами. Надеюсь, что каждый из вас мог что-то выявить для себя, понять, осмыслить. И может быть у вас появилось еще больше вопросов, чем было до этого. И я надеюсь, Бог даст вам на них ответы. Размышляйте, и Господь откроет вам, как и что, и покажет путь, по которому идти. Будьте благословены. Аминь. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.azis-media.tv Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте.